Привет, друзья! На связи Романов Даниил. Итак, ребят, в последнее время меня прям закидывают такими, казалось бы, простыми вопросами, что касается тренировочного процесса, восстановления, роста мышечной массы. Вопросы бывают даже такие до удивления наивные. Так вот, ребят, сегодня я хотел бы поделиться с вами теми принципами, которых я придерживаюсь при формировании своего тела, при наборе мышечной массы. Ребят, я не являюсь профессионалом или специалистом в области фитнеса, но те вещи, о которых я вам сегодня скажу, на мой взгляд, являются базовыми и важнейшими в достижении роста мышечной массы. Ребят, я буду говорить тезисами, чтобы информация проще воспринималась. Итак, друзья, я для себя отметил так называемых 5 факторов, 5 важнейших факторов, которые непосредственно влияют на, в данном случае, рост мышечной массы. Итак, первый фактор или первый принцип – это постоянство тренировок. Тренируйтесь еженедельно, тренируйтесь от месяца к месяцу. Не делайте так, как люди делают иногда – потренировался пару недель, потом месяц или полгода пауза. От этого толку точно никакого не будет. Только постоянство в тренировках позволит вам достичь прогресса в формировании собственного тела. Второй принцип – это принцип прогрессии нагрузок. Суть его – это один раз в определенный период повышать рабочие веса, или если не повышать рабочие веса, то добавлять дополнительные сеты к каждому упражнению и добавлять повторения, что позволит вам растить силу, растить мышечную выносливость, таким образом становиться сильнее и поэтому массивнее. Третий принцип или фактор – это создание стресса в мышцах. Суть его заключается в том, чтобы время от времени менять свои тренировки. Не тренируйтесь длительное время по одной и той же тренировочной схеме, потому что тело адаптируется и впоследствии перестает реагировать на получаемую нагрузку. Как минимум, меняйте порядок упражнений, постоянно путайте, чтобы мышцы даже элементарно не привыкали к привычной последовательности упражнений. В этот принцип также можно внести добавление каких-либо шоковых тренировок, например, выполнение суперсетов, трисетов, гигантсетов, дропсеты. Все это поможет разнообразить вашу привычную тренировку. По-новому активировать мышцы, что придаст дополнительный стресс. И что, конечно же, будет благоприятно сказываться на росте мышц. Итак, четвертый принцип – это своевременно и правильно питайтесь. Что означает, в своем питании используйте сложные углеводы, белки и полезные жиры. Что касается своевременности питания, это, например, использовать углеводы перед тренировкой, для того, чтобы была энергия и употребление белковой пищи после тренировки, для восстановления и роста мышц. Ну и, наконец, пятый и заключительный принцип – это правильное восстановление после тренировки. Куда входит, конечно же, сон, также после тренировочная растяжка тех мышц, которые вы тренировали накануне, после тренировочный массаж и, конечно же, еда. Друзья, все эти так называемые факторы роста многие из вас и так знают. Но для кого-то, я уверен, такая вот тезисная форма будет очень полезна и проста к пониманию. И, надеюсь, будет применена на практике. Ребят, как я и сказал, эти принципы я считаю базовыми и самыми необходимыми. Наверняка можно что-то сюда привнести еще, но это, пожалуй, самое важное и самое необходимое. Без этих пяти принципов довольно проблематично будет формировать свое тело. Так что, ребят, на этом все. Я надеюсь, видео было полезным. А с вами был Романов Данил. Всем удачи, спортивного долголетия и до скорой встречи. Пока, друзья!